Привет! Мы с вами находимся недалеко от станции метро Царицыно, на юге Москвы и около музея-заповедника Царицыно. И здесь, в районе Берелево-Восточное, от первой радиальной улицы до Бутовской улицы, проходит Прохладная улица. Двухстороннее движение автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении. И на ее составляет всего 350 метров, так больше похоже на переулок, да, по длине. И до 1660 года здесь находился подмосковный поселок Ленино-Дачное, до этого дачный поселок Царицыно-Дачное. Ну, все это было в Подмосковье. И на месте этой улицы проходили две улицы тогда. Центральная и Продовая. Вот. Как раз вот подмосковный дачный поселок Ленино-Дачное. И через пять лет после того, как этот поселок Ленино-Дачное вошел в состав Москвы, в 1665 году, улица получилась в современное название, ну, по Прохладе, которую дают здесь не только деревья-сады, находящиеся рядом парка, но и Царицевские пруды. Хотя находятся они на некотором удалении отсюда, да, но они прямо не рядом с проезжей части, с тротуарами чуть-чуть подальше, но все-таки неподалеку, и, наверное, прокладу чуть-чуть дует сейчас такой прокладный ветер от воды, но все же во время летнего зноя пруды тут мало помогают. Здесь бывает тоже жарко, как и на окрестных улицах, да и во всем городе. Вот. Ну, такое название, оно немножко романтичное. Предполагаю, что все-таки рядом находится музей-заповедник Царицын, такой живописный парк, и там прогулочки идут, ну, и вот идешь, и летом особенно гуляешь, там, да, когда жарко, и такая прохлада исходит, там, от деревьев, там, от парка, и обдувает ветерочек такой прохладный. Ну, вот в таком плане. Хотя непосредственно эта улица, она по территории музей-заповедника не проходит, но он все-таки рядом находится, все-таки рядом все вокруг зелени утопает, ну, и рядом пруды. Поэтому, ну, вот, решили так красиво эту улицу назвать. Ну, домов на улице нет. Самый главный объект, который видно, в общем-то, и со стороны музей-заповедника Царицына, который находится на этой улице, это, конечно же, областной театр юного зрителя. Ну, может, так вот, в принципе, казаться странным, причем областной, действительно странно. Все-таки он давно уже в черте города Москвы, еще с 360-го года находится эта местность. А областной, все-таки, так сказать, Московский область, ну, так уж, вот, повелось. Дело в том, что театр юного зрителя-то у нас есть свой московский. Ну, что в двух театрах не было юного зрителя, и московский, один московский, и второй московский. Ну, решили один назвать просто московский, а второй областной театр. Так же название. Ну, такое, так уж сложилось исторически. Когда-то он действительно был областный, потому что он возник еще в 1330 году. И здание такое довольно старое, если видите, с колоннами, такое здание красивое. Как-то, устроили там театр, дома культуры еще в начале советского времени. Вот, ну, еще до советского времени. Ну, такое действительно красивое здание. Вот. Стоит того, чтобы его посмотреть. Ну, вот. Ну, а потом уже, да, территория вошла в состав Москвы. А название театра так осталось областным. Поэтому. Сначала театр был передвижным, его актеры ездили с представлением по разным районам московской области. Ну, достаточно быстро он стал стационарным, но репертуар его остался детским. Вот, конечно, несколько, да, такое название несколько странное, да, для сегодняшнего времени. Ну, в принципе, что же поделать. Таким названием, в общем-то, он вошел в историю, обвел известность, входя в пятерку лучших театров Советского Союза. Кроме того, в Москве, как я уже сказал, есть уже театр юного зрителя, не областной, а именно городской. Ну, это тоже городской, ну, название такое уже историческое, скажем так, странное. То путанист не было, это ненормально. За всю историю этого театра, в нем было поставлено больше трехсот пьес, и сыграно больше тридцати тысяч спектаклей для детей Москвы, Московской области и других регионов России, и даже за рубежами. Ну, назывался он про разному. Детский передвижной театр, Московский областной театр пролитарских ребят, Московский областной театр юного зрителя, ну, с 36-го года уже носит современное название. Вот, здание вот этого театра было построено в 1349 году, до 1360 года его занимал Ленинский поселковый дом культуры. Ну, действительно, такое здание дом культуры, такое типичное здание, которых довольно много в Московской области, да и в других областях. Вот. Тут находился до 1349 года сад Дитман на центре культурной жизни Царицына, ну, а потом вот Ленинский поселковый дом культуры до 1360 года. А в 1260 году уже здесь вот находится Московский областной театр юного зрителя. Последняя реконструкция здания была произведена в 2013 году. Ну, еще также на этой улице находится батальон милиции по охране музея-споедника Царицына, по драму 1, стране 2, это здание тоже довольно старое, и в 1170-х годах тут была столовая, а в подвале пивная, потом прутовый магазин находился. Ну, еще находится церковь христиан и евангельские веры, ну, баптистов, по-моему. Ну, это бывшая швейная фабрика или типография, и единственный солевший дом на прохладной улице. Ну, очевидно, бывший живой дом, наверное, да, не знаю. По-моему, может, в нем когда-то и жили. Ну, сейчас уже довольно давно там находится, по-моему, 90-х годов, вот, баптисты там находились. Вот, тоже можно сказать, посмотреть, довольно интересное здание. Ну, баптисты, я не знаю, может, кто-то захочет пойти, кто-то нет, может, туда и не пустят, там, все тоже огорожено. Ну, и добраться до этой улицы можно от метро Царицына пешком через улицу Тюрина и как раз вплоть до театра юного зрителя. Дальше она как раз отходит. И до перворадиальной можно дойти, она как раз вот отходит и идет до Бутовской улицы. Вообще, страспы по улице не проезжают. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы. Продолжение следует...